Царь, Царь! Царь, Царь, Царь! Книга Откровения, 16 глава, 12 стих. 6 ангел вылил чашу в свою великую реку Ефрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Толкование. После поражения престола Антихриста, пятая чаша, наступают последние события мировой истории, непосредственно завершающиеся вторым пришествием Христовым и Страшным Судом. Мы видим, что река Ефрат играет некую особую роль во всей истории человечества. Здесь, в верховьях этой реки, был насажен некогда райский сад в Идемии. Здесь начал человек свою жизнь на земле. Это колыбель человечества. Здесь произошло грехопадение человека, и Бог отвергает это место и соделывает местное спасение Палестину и Иерусалиму. Вспомним историю Авраама. Здесь, на Ефрате, и начало цивилизации. Первые в мире города. Здесь средоточие Бога враждебных сил. Здесь люди начали строить башню до небес, и были смешаны и рассеяны по всем землям. Так, здесь, на Вавилонских руинах, рождается язычество, говорящее не на первоязыке народа Божия, а на разных языках, и поклоняющееся разным иным богам, а не Богу истинному. Здесь Господь связывает четырех нечистых ангелов, приготовив их на час и день, и месяц, и год перед кончиной века. Здесь, в границе Израиля, страны истинной религии и благочестия, за которой находятся страны-народы боговраждебные. Здесь оплот народов, вечно враждовавших с носителями истинной религии. В древности это Осирия, Халдея и Персия, всегда воевавшие и даже покорявшие Израиль. Здесь и Вавилон, город великого нечестия. В христианскую эру здесь утверждается оплот мусульманства, религии, отвергшие Бога-человек, Иисуса Христа и Таинства Пресвятой Троицы, религии, призвавшие народы на кровополитные войны с христианами. И в кончину века с этим местом будут связаны особые события. Если язвы предыдущих чаш понимались преимущественно и буквально, то и здесь можно разуметь буквальный смысл этих слов. Некоторым указанием на это событие могут служить слова ветхозаветных пророков. Исайя. И прострет Господь руку свою на репку в сильном ветви своем, и разобьет ее на семи ручьев. Так что в сандалиях могут переходить ее. Исайя 11.15. Иеремия. Засуха на воды его, Вавилона. И они иссякли. Ибо это земля из туканов. 50.38. Здесь указывается и причина иссушения воды Ефрата. Для того, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного на великую битву последнего дня. Два главных потока двинутся сюда. От пределов севера ты, Гог, земле Магога. И многие народы с Тобора. И цари от восхода солнечного. Народы северные и восточные, и объединившиеся с ними, двинут тогда свои полчища в израильскую землю. Что будет облегчено им иссушением воды в Ефрате. Так, разумел святой Андрей Кисарийский, говоря, что река Ефрата с кудей, чтобы дать проход языческим царям для истребления друг друга. Которые двинутся, думаем, из кирских пределов, вместо Бога и Магога. Во время Андрея Кисарийского там жили языческие народы. Если же описываемые апокалиптические события недалеке от нашего времени, то, глядя на картину мира, трудно ошибиться в определении великих держав к северу и востоку от Ефрата. А также тех религиозных и тайных мистических сил, гнездящихся восточнее Ефрата. А впрочем, только сами события скажут свое последнее слово. Смотрим обо всех этих событиях в толковании на 20 главу. И насказательном, виденное Иоанном, можно разуметь и так. Ефрат – граница Израиля со странами боговраждебными. Но вот Ефрат высохнет, эта граница исчезнет. То есть исчезнет все, что сохраняло христианскую церковь. Новозаветные израильцы и врагов. И тогда все народы обрушат свой гнев на христиан, учинив последнее лютое гонение на святых. Видеть под высыханием Ефрата и последующей войной какие-то события, предыдущие истории, неправомерно. Так как здесь описываются события с самого последнего времени, завершающиеся страшным судом. Но это еще не все, чему привело изливание шестой чаши. Вот вопрос, который сам по себе. Зачем ваш дедушка, или Иван Малкто будет, Александр Иванович? Он считал, у него этого-то не было толкования, Андрея Кисарисова, основа чего взята здесь, было. И он говорил там, кто там был, Миша еще живой. Воевать будут, посылать. О том, что оружие не брать, я не слышал это. Сам на войну все прошел на передовой. Но посылать будут в Израиль. И там все погибут, не ходите туда. Хотя бы расстреляли бы, по крайней мере могила будет дома. А это он говорил. И вопрос стоял, зачем? Что там забыли? Ну понятно, Украина, плотно и тут. Тут объяснение какое-то могут люди дать. Но это же он где. И войска. И там не будет так вот. Там одна Украина, кто-то свои там тысячи, которые. Войска, громадные войска. Вот есть фильм «Шесть», «Антихрист» называется. И там китайские полщища, там миллионы. И они как-то, видимо, действуют, а в Европу пройдет. И прямо в Израиле война идет. Вот меня спрашивают, ну а вы хоть примерно знаете, почему туда пойдут? Сегодня идти-то нет зачем. Вот сюда ракета, она может землю отлететь, и с точностью до коробка спичечного ударить. Зачем туда идти-то? Ответ есть. Сегодня есть. Есть не утверждающие, а как бы направляющие. То, что сегодня идет, кто руководит миром. Вот люди все это берут. Международное там и прочее. Комитет 300. И все это. И будет время, когда люди начнут как-то от этого отпрыгивать. Вот такие дают мысли. А как вы думаете? Ну думайте, вопреки тому, что люди уже узнали. Я не политик, не знаю. Но я знаю, что пойдут туда. Я вел занятия в университете техническом. Это один из ведущих университетов страны. Сейчас, не знаю, 26 тысяч студентов только. Из 18 стран абитуриенты приезжают. Ну и я говорю так. Один говорит, да ну, глаза. И встает один официар и говорит, а я только оттуда вернулся. Там наши танки стоят. Я, например, нисколько не сомневаюсь. Вот эта шестидневная война. Напали-то, когда на Израиля-то. Их территорий в 50 раз больше, которые напали-то. И он за шесть дней на голову разбил, вычистил, никого не было. Советские танки как спички горели. Это у меня вот Нина, Надина, сестра вот. И она говорит, когда была шестидневная война, может она сейчас и забыла уже. А у них на работе были евреи. Какие они, говорит, там везде. Там между собой поздравляют, смеются, радуются. У страны не было тысячи лет. Страна возродилась. Почему? Потому что в Бытие 12-3 еврейский народ называется Богоизбранный. Вот ты хочешь быть благословенным, чтобы родителей любили, на работе без аварии было. Ну все, семья была нормальная. Никогда не трогай Христово племя. 12-3. Семя аврова, авровические опять. И поэтому не трогай. Проклинающий будет проклят. Проклятие это что-то с ним идет. А благословляет. Да как благословлять они? Благословляет другого пути, не только чтобы они обратились, стали христианами. Что они не узнали мессию, который пришел. Пришел, они его не узнали и распяли. Благословение, в конечном счете, кончается райской обителью. Войти туда. И поэтому мы в библии молимся в каждый день, чтобы Господь благословил. Но люди и другие так не понимают, как мы, а во всем ставят вину, и все революции, и все. И притом доказуем, и все. А зачем туда-то идти, когда можно отсюда? Вот тут вопрос серьезный. Зачем? Взять под контроль. Под контроль. Это сейчас вот они как где-то бывают там. Разбомбили свои люди, становятся переворот. И вот такое вот. Ну что я это слышал, говорю, Устинов Александр Иванович говорил. А он это понимал. Интересно, он говорит, у нас какой-то татарин, говорит, был или кто-то, ну как. Сейчас я не помню. У меня где-то записано, многие так помнили даже. И он говорит, разгадывал сны. Александр ему и говорит, Я сон видел, облако, а из облака торчат пика, там булава и какое-то еще, а ну где такое. Это что такое? Говорит, но облако закрыло. И вот три. Еврей-то, герой-то подумал и говорит, Это война будет. Но ты до этой войны не дожил, и уж облако скрыло. Но начало ее уже, которое сейчас готовится. А три это означает, через три дня тебя освободят. Меня освободят. Я четыре года отсидел, а мне двадцать пять дали. Через дня по ходу ее освободили. Это он все рассказывал, и я верю на сто процентов. Этот человек был исключительно честный. И вот мы говорят, а что? А вот то, что сегодня где делают, родоначальники там говорят. Там только есть лаборатория и прочее. А как мы даже только молимся, чтобы этого народа не касались рукой. Так, сестра Илья, А вы, муж-то где? Уехали. Уехали? А работать думают? Да. Мы договорились уже давно, что они в воскресенье работать не будут. Я одного останавливаю. Это не надо делать. Это суббота Господня. А вот погода. Всевышний знает, какую погоду дать. Мы же не один раз тут говорили. Помнишь, ты что-то тут под металл рассыпали? Я подошел и сказал, не делайте этого. Оно пропадет. Пропадет, это не беда. Бог даст в другом месте больше. Позвони или как-то скажи. Не надо это делать. Все под удар ставится. И который не считается в работу. Там написано в субботу, не раб, не рабыня, не осел. Осел это техника, на которой возили. Сейчас нас лета не возим. Ничто не должно работать. Везде не убей, не прелюбодействуй. Одно слово и заповедь. А это вот такой пакет. Перечисляется все. А что вышла в субботу? Обрезание. Обрезание женщине не прикажешь, когда рожать. И бывает так. Восьмой день попадает на субботу. После родов. А обрезание, это значит, надо воду кипятить. Ну как, хирурги тогда пользовались тоже чем-то. И что делать? Обрезание на месте. Но им это в обвинение не ставится. Потому что нарушение субботы могут делать три рода, которые... Это сторож. Те, которые ухаживают за животом. В субботу не отвязывайте его. Аллах, Господь говорит, ведете, не ведете. Вот. И врач. Вот три специальности, которые не попадают под субботу. В субботу, Господь говорит, в субботу добро или зло делать? А вот остальное, уборка или что-то, оборони Бог. Никто этого не делал. У нас же это было когда-то, делали. Потом мы это отбили. И прожили. Бог даст. Там будет такая жара, будет, как говорится, по пять литров выпивать в день. У Бога все в руках. А я сегодня порадовал, что думаю, будет дождик крапить утром, не поедут братья. Просчитался. Не пророческий дух во мне. А ревность. Сделай, сестра, доброе, доброе, доброе дело. Защити их. Проктяк, кто не исполняет. Это защита от проклятия. Бог Всевышний. А почему? Суббота Ветхого Завета, она называется шамбот. Покой. Бог сотворил дела все. И вот хорошо, весьма хорошо. Ну все хорошо. Я тебе сейчас начну говорить, как ты устроена, одна голова только где-то. И ты скажешь, никогда даже не думала и не знала об этом. А теперь Господь говорит, творю все новое. В субботу Он был в преисподних местах. А воскресенье воскрес. Новое, новое творение. Он умер, сошел в преисподние. И воскресенье Он вышел. Поэтому суббота указывала на воскресенье в новом творении. И пусть моя ревность об этом, или как сказать, коснется вас. Убедите, прямо убедите. Если кто-то не уехал, задержите. Потому что назад вас брата может не быть. Да я кто-то думал, не думал, как-то задумал. Я... Если скотина была бы, держал короб, выгонял бы, доил, это можно. Это скотина. Вала, ни кое-нибудь или... Ну, Господь говорит, будешь на водопой. Или упал. Упал, мол, будешь вытаскивать. Тем более человек упал, погребил, сломал. Кто-то против, что-то ребят, или нет? Вот видите как. Вот смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три тройки. Три тройки за. Великий Бог нам повелевает это сделать. Вот у нас общество интернетное растет и растет. Новые и новые люди приходят здесь. И мусульмане занятия идут. Где-то минимум четыре раза. И каждые два часа звонок идет, и все начинают молиться. Ты мне не знаю, где можно. Ты же приходил к нам молиться. Через два часа. И вот сегодня у общества не было правил. И поэтому там женщины стали выступать. И вот уже мы вчера перекидывались. Мне пришлють, я проверю. Выправить, ошибки, опять пришлю. Добавить. И сегодня уже сейчас выставляем. Я вам скидывал уже. Правила. Правила по слову Божию, по святым отцам. Все это как есть. Никаких аватаровников. Потому что с ником подошел дьявол к Еве в рай. Сбил ее. Она же не подумала, что это змей проклятый. Какой он прекрасный. Как он лоснится. Вот так. А что ответить? Не бойтесь сказать, не знаю. 130-й псалом. Библия у кого есть? Володя. 130-й псалом. Почитаем. Вот посмотрите, как надо отвечать. Когда скажут, ну как же так ты считаешь и не знаешь какое. Ну, до конца-то не знаю. А вот мы сейчас прочитаем. Давид пишет. Царь царь и пророк псалмопевец Давыд. Царей было много перечисляться. Пророков много. А псалмопевец один на всю историю. Все уйдет. Нас не будет. Книги останутся. Считай. Господи, не надмивало сердце мое, и не возносились очи мои. И я не входил в великое и для меня недосягаемое. Недосягаемое. А Троица, Дух Святой от Отца, от Сына или католики, право, ни разу я никогда в жизни не пошел. А то великое недосягаемое нельзя увидеть. И что? Не смирял ли я и не успокаивал ли души мои, как детяти отнятого от груди матери? Вот ребенка, когда от груди от груди, девочки, они отсажены или отсажены? Отсажены. А первые дни, как она плащет и льется. И так его сравнивают. Мне охота узнать. А нет, как детяти отнятого от груди. Вот так я жаждал. Привлюсь к этим сосам. Сосам Детя Новый Завет. Нет, ответ один. Великое, недосягаемое. Я никогда туда не входил. Нас должно удивлять все, что окружает. Нас дивно мир устроит. Еще идем дальше. 12 стих. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лже-пророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Вот сразу остановились. Это подобные жабам. Изо рта у них выходит, он понял, это демоны. И вид у них, как жабы. Ну, лягушки. Лягушки, она жаба, бывает такими неприятные там бородавки на ней. Эти духи. И духи, которые не жабы, подобные им. Толкование. Иоанн видит исхождение нечистых духов из уст дракона, то есть сатаны, и из уст зверя, выходящего из моря, то есть антихриста. И из уст лже-пророка, претечи антихриста, зверя, выходящего из земли. Так мы видим, так мы опять видим эту сатанинскую троицу. Троица не по существу, а подражательная и ложная. О троичности сатанинского действия смотрим 9 главу, 17-18 стих. Это карикатура на божественную троицу. Теперь, когда царство антихриста сделалось мрачным, явилось всему миру его бессилие и стал ясен его проигрыш. Сатана собирает все свои силы и делает последнюю отчаянную попытку восстать на Бога, возмутив все народы. Но на этом его настигнет конец через второе славное пришествие Христова. Итак, в действие вступает в этот раз сатана лично и привлекает своих могущественнейших служителей, антихриста и лже-пророка. Объединив свою тройную силу, они объявляют Богу войну. По-видимому, они понимают, что это будет последнее сражение и вступают в бой сами. С одной стороны, сатана все знает о своем конце. Он знает как из священного писания, так и из тех непосредственных сведений, которые он имеет от Бога и ангелов. Но он – отец лжи, и ложь искажает всякое знание, которое он имеет. Поэтому и по своей безмерной злобе и отчаянии он все-таки до конца будет вести с Богом войну. Кто видел небольшой ролик, он совсем небольшой, не полный, 12 минут, а полный – 25, «Интерью с дьяволом» в лицу. Так, видел? Видели? Ну, говорили, иди, я могу скинуть. «Интерью с дьяволом». Полный он на английском языке, а половина, ну, главное, моменты взяли, по-русски. Но мы решили полный иметь. И у нас есть в сообществе человек, который хорошо знает английский, и он полностью перевел, и, хотя титры там идут на английском, он по-русски все переводит. Вот сидят они за столом, можешь я сказать, полный или 12 минут? Ну, вот они сидят за столом, два журналиста работают. Видно, отпечатают. И тогда вдруг одному звонок. «Так, да, вон рядом. Так, тебе трубку дает. Трубку дает там. И тот, да, минутку. А почему на меня вышли? Ага, так, подождите, запишу. И так, на каком километре? И куда? И что? Тот спрашивает, кто говорит? Подожди. Все рассказал. Все, положил трубку. Он начинает там, брать там свой телефон, сам берет записную книжку, все складывает. Кто? Да я-то сколько времени бился. Люди пишут вот тогда-то, так-то, так-то. Я все время говорил, ну, хоть бы один взял интервью дьявола. Дьявол звонил. Ты еще городишь. Точно. И тогда же он едет, там, километры эти, потом через кладбище. Покинутый город какой-то, там, и все это. И, наконец, где последний поворот, он машину там оставил, тут под колючей проволоку там лазил. И, наконец, туда встал, вот так, сосны вокруг. Интересно. Все, я правильно пришел, а никого нет. А, когда стоял, никого нет, а сзади голос сразу. А тут сосны так далековато друг от друга. Он только сейчас подумает. Да как нет, я здесь. А мы откуда? Он сразу, я только сейчас смотрел, откуда. Ну, нам встречу назначили, назначили. Ну, вот я здесь. Ну, а где мы будем сидеть? Как, я берусь назад, смотрю, там два дивана шикарных таких. И они садятся один, и теперь между ними идет разговор. Я говорю, все записываю. Разрешите, я буду записывать на это? Так. Я не согласен. Дьявол не хочет. Дьявол не хочет, чтобы его записывали. Дьявол боится записей. Запомните это. Потому что ложь сразу начнет обнаруживаться. А он взял его в карман, включил его. У него запись идет тайно. Беседует. Он говорит, а кто вы такой? А где вы были до этого? Вы знаете, это политический вопрос. Вы знаете, когда бьются люди за руководство, то другое. Я нарушил все правила, и я поэтому здесь с товарищами. Так ты не один. Один. Нас тысячи, тысячи, миллионы здесь сброшены на землю были. А кто ваш главный враг? Когда это вот берет, достает сигару. Так. Откусывает, наконец-то, сигару-то. А тут журналист. Вы курите, а у журналистов крест на груди. Он засмеялся. Вы спрашиваете того, кто изобрел это? Курит, сплевывает. А потом, а как зажигает? Папиросу, палец так прижал, так он задымил из папироса. И дальше-то разговор идет. А кто ваш главный враг? Ну, он зажал зубы. Вот так папиросу потушил. Это тот, которого я распял. А чего вы боитесь? Прихода его. Он убьет меня. То есть, все. И когда закончили, он говорит, ну ладно, ты слишком много знаешь уже. И спрашивает, ты хочешь, чтобы я тебе помог? А вы знаете мысли человека? Отвечают. Мысли я не знаю. Но я вижу, как человек ведет. Перед ветериной раз, остановился другой. Я вижу, на что он глаза устремляет. Дальше я разговариваю с продавцами. Я могу вам помочь. Он говорит, нет. Я слышал, вы дорогую плату берете. Не надо об этом говорить. Когда все будет, я расскажу. Он говорит, нет. То давай расставаться. А расставаться он пятится как будто. А там показывает, а вы как, как? Это где бываете? Он говорит, везде. Никакие галактики меня не задержат. И так, он так телефон взял, ему бросил. Он телефон так, телефон, пальцы вырезали. Для нас это не вещь. Я могу воспроизвести голос точно, с точностью. Тысячи лет назад умершего человека. Для него это все как в одном дне. Это надо видеть, как он говорит. И вот вид, сильно на Сашу Муху похожий, который был здесь. Прям вид такой, и так отбрит, и как он гулу поджимает. И все. Наконец-то, наверное, он идет, обернулся. А у никого нету. И вот он дорогой едет. Ну-ка, дайте я посмотрю, как записи сделал. Записную книжку листает. Ничего нету. Как же так? Ничего нету. Он только спросил перед этим. Говорит, а почему вы в лесу встретились? А вы что, хотели в церкви? Да нет. Вы же дьявол. Дьявол не может быть. Не может. Да большинство людей в храме мои. Большинство. Он ему легко-то все доказывает. А здесь он и ставит. И нету ничего. Как нету? Я записывал. Нету. Он тогда телефон открывает. Трясется. Ничего нету. И с ним не надо. Он руль завернул, а с той стороны громадные автомобили идет. Аааа. Ничего нету. Видимо погиб. А до этого он увидел. Глянь вот в зеркало-то. А он сзади сидит в кабине у него. Интерес сделал. Советую посмотреть. Даже ту часть, которая по-русски. в лесу. Говорит, да, это артисты играют. Артисты многое, что играют. Они Христа изображают и поверят, что это Христос. Ну, вспомнил фильм Иисус по Ивану Педагогути. И вот здесь говорится о том, что эти духи будут делать. Будут гонения на верующих. Вот сегодня, как мой храм открытый, помолились, собрались. Этого не будет. И это может быть уже мыло. Что вы можете заказать? Вот сегодня у меня на счет. Я, наконец, Архив Загидулина. Дочку мы даем замуж. Дочь Русь, кажется, она всех так назвали в крещении. Какой совет? Совет один только. Не выходи замуж и не женись. Будете иметь скорби великие по плоти, а мне вас жаль. И будут говорить блаженно сосами не питавшие. Время рядом. Прямо вплотную рядом. Ну, благословение Бог дает, церковь. Вы спросили меня, я свое сказал. Павел говорит, желаю, чтобы были, как я. А желающие жениться, замуж выйти, будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Мало скорби будет намного меньше там, где жена не восстает на мужа и знает свое место. Так, ладно. Пошли. С чего же начинается эта последняя братья? Из уст и сатаны, и антихриста, и лжепророка исходят три нечистых духа. От каждого по одному. Исхождение из уст означает, во-первых, исхождение духа изнутри, из самого внутреннего существа. Во-вторых, сам образ исхождения из уст мыслится как извлевание, что соответствует отратительному виду жаб и существу дракона, зверя и лжепророка. В-третьих, этим указывается, что эти духи исходят в мир по непосредственному указанию сатаны, антихриста и лжепророка. Исшедшие три нечистых духа подобны жабам. Это сравнение объясняется природными свойствами жаб. В грязи рождающиеся, в грязи живущие, из грязи выходящие. Малые сами по себе бессильны, жалки, но раздувающиеся и обладающие громкими голосами. Они противны и отратительны при прикосновении к человеческому телу. Таковы будут люди, в которых войдут нечистые духи, подобные жабам. Душа, как и деятельность этих людей, будет грязной и отратительной. Слабые и жалкие будут их цели и проявления, а они, но, будут они гордыми и самопревозносящимися. В грязи рожденные, в грязи умрут. Изблеванные сатаной, антихристом и лжепророком, сами превратятся в грязь. Ну так, воображение. Представляете, что это будет? Не один соглядатый будет в окно подсматривать, куда я пошел. Не два, а все. Вот когда голод устроили, голодобор, люди говорят, косяки отгрызли, ничего не есть. Никого нельзя трогать. Вот считаем книгу Тавита. Убивали евреев и бросали, а я ночью вставал их, утасывал и хоронил. И кто-то ночью посмотрел, сказал. Сказал, а кто хоронил? Смерть ему. И я, говорит, бежал оттуда. Это нам Библия говорит об этом. Книга Тавит. И вот здесь при советской власти так же было. Кто отверженный, брошенный, кто-то им помогает, у него все сразу отнимают и такой же будешь. А что делать? Делать добро. Надо по-разному поступать. Некоторые давно это понимают. Их копают под землей, там прячут. У них там гниет, испортится по новой. Не знают. Потеряют где-то, еще продержитесь. А мы-то нет. Вопросы-то задавайте. Жаба в грязи рождается, в грязи живет, в грязи. Все в грязи. Она болото. Она не в воде, а в болоте где-то уже грязь одна. Эти духи тоже. Все в грязи. Свобода и вероисповедания, свобода абортов. И все. Сейчас фильм поставили об этих абортах, которые делали. И там пришел к сознанию, домой приходит главный врач. Маленькие ребятишки берут, а тут у него только выбрасывают. И вот сумели же. Говорят, женщина в плотке или не в плотке. Да какая разница? Ох. Вчера скинули материал, Котян Затауз говорит. Малым. И голова должна быть покрыта не только на молитву, но всегда. Вот мусульмане сумели это сделать. И спотка вообще нет. За 1400 лет, их сегодня почти 2 миллиарда. Ни одного аборта. Вот как они умеют держать слово. Я говорю, что эти люди среди нас живут рядом. Но не надо считать там туркмены, узбеки. Вот у нас вот одна сестра говорит. Я была среди них, они такие. Это не мусульмане. Это как у нас православных-то. 78% в стране. Ну 78%-то. Каких? Люди ничего не знают. А вот батюшка был здесь. Батюшка. Ой-ой, сколько людей спас. Вот он здесь. Как он спас? Ну как? Я в Бога не верил, теперь верю. То есть номинальная христиан. Она верит, она какая была окрашенная. Как делала, все так, все и делает. Он не приводит ко Христу людей. Он на все-то может батюшку отдать ответы. Но в сравнении, когда начинаешь по биле, там уже 5% нету, чтобы правильно было отвечено. А как тогда? Ну никак, никак. Не устань, не говори, раз не знаешь. А людям это нравится. И Слово Божие говорит. И что вы будете делать? Это нравится, это кончится. Ответ-то надо давать будет по Библии, по Слову Божию. А не потому, как тебя батюшка научил. А он никому о Слове Христе нет. Я вот смотрю, реально, как есть. А люди там были, сколько приходят. Кого-то он обрещил хоть раз. Нет. А иди, обрещи, настрой, научи. Как? Ну как Иоанн Златовоз, как Иоанн Креститель говорил. Сотворите достойный плод покаяния. А здесь Лиза так вот все погладит, все хорошее. Как этот батюшка служил в нашем власти. Как им головку поцелует. И сделали там пророк такой. А теперь оттуда он говорит. И задал уже его интервью. Власти этого. Я вот говорил, да надо, да не надо делать. Теперь тут открылось все. Так можно что угодно сказать. Открой Писание, покажи. Конкретно и все. Вот сегодня вы получите правила для нашего сообщества. И увидите там, как по Слову Божию. Бывает 3, 4, 5 мес Библии подтверждающие. Ну пошли еще дальше. У вас вопросов нет, вот удивительные. Нет вопросов, вы знаете. Две причины. Все знает или ничего не знает. Студентам говорю, все второе. Еще можно не задавить его. Ты даже думаешь, ну как же так написано. Ну а как это будет? Хотя бы спросил, когда? И какие признаки твоего пришествия? Вот вопрос. Перед концом мира будет вот так-то. И мы видим эти признаки. Храм будет восстановлен. Храм. Он еще не восстановлен. Там могут по ней заложить, идут геологические, там это, раскопки археологические. Это, родной, вот это еще нету. И это будет. Провозносили первого священника. Какая жертва. То есть все, уже сосуды взяли какие-то там достали потерянные тысячи лет назад. И что он будет? Непременно будет. Ну почему люди боюют? Ну говорят, царство на царство, народ на народ. Народ на народ, это внутри революции, тут смуты, тут забастовки. А государство на государство, это царство на царство. Государство на царство. И будет? Не будет. Но во всем мире будет одно государство, один царь. Да как это будет? Ну как вот? Уже подошли. Мы стоим прямо-прямо на грани. Вчера какое-то там пророчество выступает, это видимо тоже верующие, что Сибирь будет отдана Китаю. Не завоевает, а отдано. Я маленький был, помню. Я не знал, что такое Бия, Катунь. А дедушка говорил, Шенарек, Егор Ларионович, мамин отец. И он говорил, война с Китаем будет. И закончится, где Бия и Катунь. Я никогда не знал, не Бия и Катунь. Теперь, знаешь, город Бий, с рядом. Это Сибирь. Но тут война закончится. Откуда вы это знали? Написано было. Какие-то книги были. Корки такие деревянные. Обтянутые пергаментом. Телящие кожи. Но нам надо это знать или не надо? Господь упрекал, когда говорили, не надо. Смотрите, говорите, ведра, дождя не будет. Видите, ну, говорит, то еще завтра будет то-то. Как лицемеры. Погоду узнавать умеете, а события, которые перед Биями не можете сказать. Вот сейчас много стало дистанционного управления. В школу не пускают детей, а дома по компьютеру. А он в компьютере там находит, что ему надо. Он научится там. И спрашивает, детей отдавать, не отдавать. Если средства есть, свой учитель есть, не надо отдавать. Это сегодня гнусное развратное. Таких школ, вот, как у нас, чтобы учителя все верующие. Они не заругаются, ничего. Где больше дойдешь? И поэтому новое поколение, у них понятия о правде, справедливости вообще нет. Кто все равно мне сказал, там, муж и женой покончили самоубийством-то? Да. Так. Интерес к жизни потеряли или еще? Да. 80 лет им было. А? Им надоело, болезни всякие надоели. Они решили с собой покончить. Оба за 80 было. Ах, ну, тут будет другое. Безвыходность положения. Но вот когда человек, ну, вроде что-то испытал, но не так и много, и он везапно, у него какие-то бывают неурядицы, и он сразу идет против всех. У меня приезжает один священник, хороший священник, патриархиевый. Приехал, и сразу на меня навалился. Вы, патриархиевы, признаете благодатной? Я был у него на дому, в другом городе. Я знаю, он обратился тут через наши трубы. Я говорю, что случилось-то? А с ним поступили несправедливо. И он теперь всем доказывает, что Кирилл за 30 серебряников продал православную церковь Папе Римскому. Я говорю, как продал? А в Гаварии встречались. И что? Да уже все по-католически идет. Бритые священники не крестят. Ну, маленько так глядь. Патриарх полгостроился. И что он там сделал-то? Где он продал-то? И он как начал меня буквально крестать. Вот вы признаете. Да ты же его всю жизнь священником был. Вот не всю жизнь, но десятки лет. И знаешь, батюшка, кто это? Василий Федорович Солстенко. Бывший офицер КГБ. И вот он пришел в последнюю встречу. И вдруг сообщает, что сейчас умер внезапно. Внезапно умерла жена. Она намного моложе была, как вторая у него. А как надо было? Я не знаю другого, более сильного оружия, как на мелочи не обращать внимания. А ты там делал. И молиться. И молитва может расположить. У нас, у меня сколько раз такое было, человек. Там такое было. Я не знал, у меня обманули. Оказалось не так. Сегодня только два священника пришли таких. За одну ночь, два. Там столько любви. Это я вот думал, я сейчас наткнулся на ваши труды. Да это в мире нигде нет такого сокровища. Одного Алексея звать, другой Хорсей Евгении. Показано, какой город, может быть, связь будет установлена. А это сразу, как будто служил в патриархии. Он больше нигде не был. Бывший баптист еще. И вдруг, не поминать. Ну, не поминать. В молитве я дома поминаю его. Каждый день патриарху Кирилла. Ну, ты у нас был, ты же слышал. Мы каждый день молимся. Мне повеление от Бога дано. Молиться за царей, на счастливших. Пошли. 14 стих. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям Земли и всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога-Содержителя. Толкование. Об этих трех духах говорится. Это бесовские духи, творящие знамения. Мы видим, что все царствование Антихриста будет сопровождаться знамениями, целями увлечь и принести людей. И это будут не просто иллюзии и обманные действия, которые он совершит, но и знамения, совершаемые непосредственно бесовскими духами, исходящими из преисподней. Теперь же для последнего восстания на Бога изойдут непосредственно от самого Сатаны, Антихриста, уже пророка, три бесовских духа, творящих знамения. Они выходят к царям Земли и всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога-Содержителя. На этот раз деятельность в бесовских духах духу проявится в том, что они вдохновят и подвигнут царей всей земли собраться на великую брань. Цари поднимут, подымут свои обезумевшие от страшных казни ясу народа на войну. В войне людям будет казаться выход из положения. Да и чем такие мучения лучше умереть? Так все человечество падет фактически на самоубийство. Подобно этому писал пророк Захария. Вот наступает день Господень и соберу все народы на войну против Иерусалима. Люди часто спрашивают, «Будет ли еще мировая война, потому что призрак войны летает над землей?» Мы не знаем, что ожидает нас в недалеком будущем. Даст ли Господь мир, или Он будет взять земли? Но мы знаем, что всемирной войной закончатся всемирные истории, ибо цари всей Вселенной будут собраны на брань. «Народ с севера со всеми соединившимися с ним и цари восточные беспрепятственно перейдут в высохшие русла и фрата и соберутся на всемирные побоища в Палестине». Это будет вонный великий день Бога Содержителя, то есть день Суда. 1 Коринфянам, 3 глава, 2 Ангелия от Матфея, 7 Павелутия, Еврея. Сейчас трудно говорить с определенностью о том, что это будет за брань. По-видимому, надо разуметь и буквальные военные действия, и брань духовную, и мистическую, и идеологическую. Уже вот-вот и глядет Вседержитель мир, но люди этого еще не знают. Они собрались на всемирную брань, бессмысленную и жестокую, будут что-то друг друга доказывать. Они уже ничего не способны понимать и не способны ничему верить. Не будут они уже верить и антихристу. Сами евреи, возведшие его на престол, отшатнутся от него и примут Христа. А народы мира в страхе и смятении, злобе и отчаянии собрались на брань, сами не зная, зачем и с кем. И тогда придет Христос. Ну, кому-то доказывают, поэтому, если не докажешь, надо знать обстановку сегодняшнюю. И, судя по всему, это совсем рядом. А нужно ли Бога просить, чтобы не было этого? Поэтому надлежит быть. Господь добавил, и всему надлежит быть. Все. Пищать. И попытками как-то бы издержать это. Доказательств, конечно, с техоположной стороны, кто делает, и каких нет. Только мы снижали. Сказано, что будет одно государство, один правитель. А вот здесь какие-то народы севера соберутся. То есть, как? То есть, вы все равно не будете едины на земле? Или как? Сказано, что будет одно государство, один правитель. Ну, вот, мы только что прочитали, что соберутся народы севера. Это все-таки никакое единственное не было. Три с половиной года. Три с половиной года у него будет подготовительный. И три с половиной уже полная область на странах. Сорок два месяца в другом месте. И при нем сойдут два пророка с неба. Считается Иерусалим и Илья. И будут проповедовать на улицах Иерусалима, видимо, по всему миру, 1260 дней до одного дня. И кто им будет против, говорит, у них изо рта будет огонь. Выходите по поля от людей. И в конце антихристия сразится и обоих убьет. Подарки будут подавать, там, разные страны, правители. И в три с половиной дня они будут лежать, никто их похоронит. И вдруг они ожили, и никто не успел ничего сделать, они поднялись на облака. Но на облака поднялись, тут, конечно, ни одна ракета не возьмет. Ну, может, что-то надо понимать в духовном плане. Я только сейчас вот отвечал, да, в интернете один, я попозже, фамилия Абдурахманов, там, ну, вина какой-то другой веры. Вот мне все понравилось, что только я не могу понять. Отдал сына, отдал, кому отдал? Отдал. Отдал. Кому отдал? Так, когда не задумываешься, там, вроде отдал, да. За что? Змея был мудрее. Указывают места Писания. 5, 6 и 6, 5. Ну и что? Ну вот, Господь же знал, что это будет. Он же все знающие. Я сам от себя не отрекается. Так написано. И Он говорит, вы говорили где-то в проповеди, что именно так. У меня аж меня зажимает. Я тогда начинаю объяснять слово тропоморфизм. Это слово французское, что оно означает. Когда наделяют, вот, видно. Ну, в вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Наед ворону, взорвать, здесь, позавтракать, совсем уж собралась. На ту беду леса безехоньки бежала. Лиси собитят сыр, лисица сыр пенил. И она начинает говорить. При красоте твоей, да петь, ты мастерица, да ты была у вас старь птица. Ее растерла, она картула ворона-то. Сыр выпал, с ней была плутовка такова. Лиса не может говорить. И ворона не говорит. Вот это антропоморфизм, награждение твари человеческими мыслями. А у нас наоборот. О Боге. Господь говорит, сойдем и посмотрим. Действительно, как бы нам видеть такое? Богу надо сходить, а то высоко он не видит. И дальше. Я раскаялся, Бог, что стоворил Адаму. А как раскаялся-то? Да Бог, может, раскаивается, когда ты отдала дочь, а он не тот разно мошенник-то. Ну, ты не знал просто, что он разбойник. Приговорю. А то скажете, на карту. Так вот, что делать? Бог говорит, считаем мы, наеду, а просто сапог мой. Что у Бога, сапоги? Какой размер? Это образно к нам применимо было. То есть, вот я иду, а тут какой-то кузнечик-некузнечик. Что такое? Я не стараюсь говорить. Наступил. И шагал, а там еще мокрое место. Для Бога страна. Мааб. Вот это такая же. Он наступил и пошел. И мы, когда считаем где-то про Бога, вот такой-то он, это надо понимать, чтобы нам было приемлемо. Вот, да, ведь молится там, Псалом один. Господи, пробудись от сна твоего, что спишь? Неужели Бог спит? И он с нашими словами, когда человек обращается, он, ты то ли уснул, ты чего так? И он с Богом так разговаривает без придыхания. И что? Ну, ничего, Бог его не осудил. Нет, я не сплю, Бог ему отвечает. Я в воду сны над словом моим день и ночь. И вот надо научиться мыслить категориями Библии в этом антропоморфизме, где Господь говорит. Возгребел Бог. Да, Господь не гребеет. Ну, а то мы теперь сегодня знают разряда электронная. Молния бывает оттуда до туда, видать. Резинская банка изучала в школу химии, что? Пластина. Полтора метра. Только полтора метра, там надо такие тысячи киловатт, чтобы пробило. А это километры сотни. И молния, ну, только определяет там, 45 атомных бомб, одновременно взорвается. Как бы. Такое электричество. И вот никогда те телефоны звонят, то никогда не разговаривайте. Двое разговаривают, я обоих убила. Во время грозы. Звонят, а телефон подальше от тебя, толкни. Если можно, из розетки, из всего электричества. Это, ну, вы помните, Рихман был и Ломоносов Михаил Васильевич. И они решили узнать, что там. Запустили змея, я змея запускал столько. Бывает, вот эту прибавку, она там вверху твоя. А у меня кордовые нитки такие крепкие. И я за Симаковский пруд туда ушел. И туда запустил, а змея-то летает над Рыжковским прудом-то. А тут нитка, ее не видать-то. И летят, летят, ласточки сели. Я тебя, ребята, вы видели, конечно, ласточки, крыльями не вахали и были. Вы спущены? Сидят. А как они сидят? Не знаю, два чаща летит сорока. И сорока села. А там место такое, значит. Она крылья, говорит, они машут. Она нитки, ну, нитку-то не видать. И они вот заблысили во время грозы. И где-то там проволоку или гвоздь привязали. Хвост у него, у змея этого, который делали-то. Ну, и нитку-то намощила. И они там какие-то приборы делали. Ватернака. Да лоб тряхнула. И оттуда вылетела стрела. Ириха у нас сразу в голову. Ботинок там разорвала и вышла. Вот сразу умер. Багомян. А Ломоносов-то остался живой. Ничего не делай. За счет не берись. Вот такое, когда гроза идет. Вот у нас здесь, вот как ехать, ударило. Пять столбов поразило одним ударом. Первый сжег, они только изоляторы висели. А другой там, еще маленькая столба была. И последний просто прожженный. Пять столбов порешило. Какой сильный наш Бог. И когда гром, только удивляйся. Господи, как ты страшно великий. А у нас, говорили, это Илья кадушку везет с водой. Илья пророк тут поливает. И мы серьезно так и верили. Вот у нас сегодня урок по этому идет. Еще 7 минут. Вопросы. Вы заходите в нашем сотрудничестве. Идет, как сейчас будет ровно 2 часа, 4 часа. И попросите, чтобы вас приняли. Будет звонок. А в звонок, значит, там 11-12 минут идет моление у нас. Молитва. А потом вопросы. Если занятие идет час, полчаса мои. Полчаса отвечаю на вопросы. Вы заходите, Майд. Сегодня, когда из храма вышли, он сказал, что написано, что «Иго моё благо, и время моё легко», Господь говорит. Вот по жизни апостолов мы видим, то есть, вечные гонения, страдания. В чем заключается благо и легкость времени Христова? Нет. Вы ничего не слышали, да? Нет. Ты меня так хорошо. Я не слышу. Что-то про меня, хочу, говорят, я свое дело делаю. Я так рад, что я такой. Вы, когда мы сегодня вышли после храма, вы привели место в Писание, когда Христос говорит, «Иго моё благо и легко». Мофея 11-12-13. Вот мы читаем книгу «Деяния апостолов» и видим, что вся их жизнь в гонениях, скорбях и так далее. В чем заключалось благо и легкость для них? Знаешь, когда подрастают дети, а кем мне быть? Ну, родители учителя, учителя, а если я врачей, врачей, а мать у них работает в охране тюрьмы, вижу, и дочка у тебя же работает. Ты рано дочке пойдешь на пенсию, 45 лет, там или 40 лет, и зарплата будет у тебя, и все. То есть, ну, куда идти тянуть, это одна мерзость. И вот здесь надо любить свое дело. Главный наказ – это благовестие. Православия для этого и нет. Вчера, тут никто не знает, это, пришла одна женщина, зватель Ирина. И видно, что хорошая, рассудительная такая, прямо умница. Но где-то она была в каком-то миссионерском, где-то. И она увидела, что все не то. И что делать? И священник, там, Георгий звать-то, и она стала разбираться и поняла, что надо креститься правильно. И священник до того удивлен, отвечает правильно. А тут пишет ей, Ирина, у тебя такие сейчас трудные отношения, она ушла оттуда, ей угрожает, что она там ушла из этого отдела-то. И он пишет ей, а мне скинули материал, ей дали такой, какой ответ дать-то? Ей надо дать что-то. Священник ей говорит, Ира, ты спрячься пока на месяц, чтобы тебя нигде-нигде не было. Нигде не показываться, ни на других, там, где-то, ВКонтакте, в разных местах, в Твиттере, в Фейсбуке. Нигде уйди в келью, куда-нибудь. Потому что внезапно кирпичи падают в сверху. И представьте, завтра тебе мужик с огромным киржалом зайдет, ну, что ты будешь делать? Я тоже скрываюсь, и через неделю мы на все вопросы, которые будут задать, ответим. Мы не участники больше, у нас нет времени. Мы просто уходим, чтобы они пока утихли. Это пишет священник и показывает, что спрятаться надо от смерти, которая тебе угрожает. Я ничего не могу сделать. Я читал в Комсомольской правде, там говорит, мафии разные, но самая страшная церковная мафия. Где угодно достанут. Ну, считай, что в житие святого там партия, окажутся, монахи сделали просфори, пекли, внутрь просфора отраву положили. Ну, дальше благополучный исход, вдруг налетел воров, схватил их в пустыню, унес и бросил. Ну, как они увидели, что он в пустыне и бросил, это я уж не знаю. Вот так написано. Ну, а это Комсомольская правда писала. Самая страшная мафия. И как? Никак. Я вообще не спорю. У меня выражение, с которым я сказал, в интернете я его сейчас читаю, как акваризм там Наполеона или кого. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Кавычки. То есть, полностью предложение. Спорит тот, кто ничего не знает. Он спорит, потому что не знает. А если знает? Я не спорю, я просто сказал и знаю. Возвещает истину. И вот я ей советую. Она пришла, ну, и видно, что нужен ей хозяин какой-то, не замужем. Как она жила. Послушайте, меня спросили, я сказал, передайте немедленно, чтобы она вышла куда-то в Киеве, скрылась. Батюшка хороший, Георгий звать. И он говорит, вместе мы тогда выйдем из этого, из бессиадетского отдела. Скажем, на все вопросы, которые будут задавать, выступать не будем через месяц. А месяц они утихнут пока. Какие разумные советы дают. Ну, ко мне идут, даже советы дадут, а ко мне, какое мое последнее слово. Я говорю, уже дано, я ничего не могу дать. Это правильно все, ни с кем не разговаривайте. Вот у католиков каждый год, я не знаю, одна или две недели, каждый священник должен посидеть где-то в кель. Я один, видимо, там еду ему дают, чтобы нехнуть в себя, так ли я делаю, что не так было, то есть размышления какие-то. А здесь его только поставят, у нас одного только рукоположили. Говорит она даже боязно. Поставили его, диакону рукоположили-то. Ну, диакон, Анатолий, а меня на неделе будут, идите отсюда. Ну, наконец, его рукоположили, священник подошел, сразу ему, целуй мою руку. А у него кадила была, он кадил обслуживаем, это как наговорнул, угли по всему алтарю разлетелись. Размахнулся она же, на цепочке, длинный размах-то какой, как ударил ее. И архея разбирается еще там, от которой-то ударил. Ко мне пришел на дом жаловаться, зачем тебе нужно-то? Вот, вот, вот. Целуй мою руку. Вот Тихон Задонский, когда он был еще студентом. И перед ним лапоть брали, а лапоть сплетеный-то. Еще в этом доме ложили, переходили, Владыка, благослови. А потом пришло время, когда его рукоположили, да, эти люди-то подошли, Владыка, благослови, которые смеялись. Что он будет епископом? Да его и поставили епископом. Ну, надо смотреть как-то. Вот это я сегодня говорил про голубя-то. Сколько там юмора. Голубенок, я по комнате хожу, я туда, я вот с него только, мне опять на плечо садится. Я там семечки мне в ухо положу, он как будто что-то говорит мне. А как он разговаривает, а я говорю, голубенок говорит, я разговаривать не умею, и не размешивайте уши-то слоны. Я вот скину этот ролик. Я про него и забыл уже, а его выставили. О, 13 рублей. О, 13 рублей. Сестра Ирина, поподари Бога проще. Господи, благодарим Тебя за эти занятия, за возможность собираться, слышать Слово Твое, вникать в Нему. Господи, просвети нас святом истины Твоей, Господи, чтобы нам быть не только слушателями, но и исполнителями заповедей Твоих. Тебе же за все хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, és... Отец, Сын и Святой Дух.